Главная тема для обсуждения на выходных – ужас отключает горячую воду. И сразу посыпались вопросы – почему, зачем именно сейчас, а как же отопительный сезон? Отвечает на эти и другие вопросы заместитель мэра Михаил Борисович Шинкаренко. Наиболее популярная тема сейчас в интернете, да и вообще в разговорах с лавучан, о том, что вот отключили воду осенью. Целое лето была вода, а почему отключили именно сейчас? Нельзя ли было ее отключить, скажем, летом? Вот как мы ответим? Включить воду можно было и летом, и весной, и не включать ее вообще на летний сезон. Включение горячей воды связано с начальством реализации проекта по реконструкции трубы дымовой, трубы на центральной міськой котельной. Труба 30 лет почти не ремонтировалась, один раз там была поверхневая обработка. И в связи с тем, что в своем случае на котельной, в принципе, она постоянно проводится, за наявності коштей реконструкции, модернизации, замены горилки. У нас был снижен температурный режим работы котельной. И там с увеличением коэффициента полезной дии, температура викидных газов, она сменшилась. Проектная потуженность была рассчитана, скажем так, что дымовые газы будут выходить, выше, чем 130 градусов. На сегодняшний день такой температуры нет. В связи с этим, в связи с этим, в связи с этим, в связи с этим, в связи с тем, что, так называемая точка расы, и пошло руйнувание несущей конструкции, а именно дымовой трубы. В прошлом году мы ледь-ледь вмовили, было проведено обстежение, визнан класс уже небезпеки тих руйнуваний, бо до 15 сантиметров наружного слоя кирпичей уже просто руйнувалось, ввалилось на кришу котельни. Потому что минулого року был разработан проект реконструкции центрально-дымовой трубы, с урахованием того, что там есть такие механизмы, как гроши от будильницы ЦВЯПа, оно было подано саме на такий источник финансирования. И вот больше года решилось это вопрос, проект это хорошо, это нормально, но без грошей жодный подрядник не брался выполнять эти работы. Так сталося, что протягом этого года возникало вопрос терминовости ремонта, скажем так, этой трубы, чтобы все было сделано своёчасно. Особисто я ездил и в Департамент регионального развития, Департамент житлово-комунального господарства. Зустрічался с заступником очильника Київской областной администрации. Все обещали сприяти, и саме документальное оформление проходило. Но потом возникло вопрос, что все слышали, что наэкэнергоатом даже брали кредит для того, чтобы выплатить заработную плату. А гроши от будильника «Свяпу» поступают саме наэкэнергоатом. И тут мы залучали даже и нашего депутата областной ради Володимира Петровича Водовиченко для того, чтобы решить вопрос финансирования этих работ. 9 вересня заходит подрядная организация на начаток робот. Мы уже разом с керівницей ЖКГ обозначали, что как только подрядник заходит на объект, мы будем проводить нараду для того, чтобы визначитись с этапами реконструкции нашей трубы, чтобы не взорвать опальный сезон. Тобто будут выполняться те работы, которые позволят нам остановиться при настанении погодных условий. Сейчас про термени не можно сказать, потому что опальный сезон начинается с рахованием погодных условий. Чтобы рассчитывать этапы таким образом, что если будет суттевое снижение температуры, то тогда работы перезупиняются, начинается опальный сезон, для того, чтобы, скажем, обеспечить послугу и опалення міста. Додатково, было поставлено завдание, керівницей ЖКГ, сейчас еще вопрос. Не хотелось бы озвучить, но мы рассматриваем вопрос, что у нас есть такие, скажем так, невеликие котли, кроме основных этих КВГМ, которые по 50 ГК выдают на годину, у нас еще два котла по 6 МВт, где вы, то, возможно, сейчас завдание таки поставлено – прорахувати, сколько будет стоять, коштовать труба, саме установление трубы для этих двух 6 МВт котлев, что позволит нам обеспечить их потужностью, ну, принаймні, всю бюджетную сферу, тобто социальные садики, школы, да, и горячую воду на место. Зараз прорахунок цей будет сделано, ну, и доцільность цих работ будем прораховывать, насколько оно экономично доцільно. Ну, вы уже ответили сразу на вопрос, не сольем ли мы отопительный сезон с ремонтом, это понятно, это хорошо, вы рассчитываете. А есть еще вопросы от словучан о том, что они говорят, что, ну, вот, будет, возможно, будет санация у ЖКХ, и получается, что это будет не наше предприятие, а как бы уже управляющего, который будет отвечать за это, и мы как бы вкладываем деньги в предприятие, которое уже нам не принадлежит, и если его от нас как бы отторгнут, не вкладываем ли мы деньги, и, ну, скажем, в чужие карманы. Ну, по-перше, план санации, до которого мы шли, у нас, ну, если так сказать, если вспоминать историю, то в 2017 году один из кредиторов, заточенную компанию «Нафтогаза Газ Украина», подав позов до суду в рамках закону про банкротство, называется там, про відновление платежи распроможности бережника, або узнание банкротом. Вот. Після того почались таки жвави переговори, скажем так, і дії з боку підприемства, особисто приймав участь. Ми в рамках того закону виходили на підписание мировой угоди, але, якщо не помиляюсь, рік тому назад змінилось законодавство, і замість закону, який регулює питання банкротства, вийшов кодекс, кодекс про банкротство. І в рамках кодексу там є тільки два варіанти, за якими вирішується питання судьби боржника. Це або ліквідація підприємства, або санація підприємства. Самому слову санація, не бачення всього страшного, це план оздоровлення підприємства, який узгоджується з основним, ну, з радою кредиторів, у нашому випадку знак «Нафтогаз України». План санації розробляється арбітражним керуючим спільно з підприємством, в якому прописуються заходи оздоровлення підприємства. Тобто, якими шляхами підприємство буде виходити з кризової ситуації, які заходи необхідно підприємати для того, щоб оздоровити ці підприємства, для того, щоб вона працювала далі. В зв'язку з цим, не про які там відтоження, відчудження і так далі підприємства, мова не йде. Тобто, підприємство не змінює свої форми власності, це залишається комунальне підприємство, управління житлово-комунального господарства, яке, ну, дай Боже, на мій погляд, підпише план санації, бо він, якби, узгоджений з радою кредиторів, але ще не затверджений ухвалою суду. 28-го, 10-го ми чекаємо на суд. Якщо буде ухвалено в судовому рішенні, скажімо так, про затвердження цього плану санації, то відповідно до тих заходів, які там прописано, підприємство буде працювати. І, в принципі, кредитори, вони не зацікавлені на сьогоднішній день, для того, щоб наше підприємство не існувало. Вони зацікавлені для того, щоб ми працювали і потихесеньку повертали гроші. А з врахуванням, що все ж таки НАК «Нафтогаз» – це державна компанія, ну, тут взагалі казати про якийсь там рейдерський захвач і відчудження. І так, вроде би, все розсчитано, а тепер на сезон должен начатися вовремя. І изучаються доповнительні страховочні варіанти.